Итак, всем привет! Сегодня у нас вторая часть видеообзоров про китайский App Store, про те программы, когда у вас нет денег или хочется попробовать новое интересное платное приложение, а не хочется просто-напросто его покупать. В первом видеообзоре под частью номер один была программа Tongbu, во втором, как я и обещал, будет программа PP Helper. Это та программа, которой пользовался я на протяжении года, когда я имел свой старый iPad, когда пользовался iPhone. И, короче говоря, я сейчас расскажу все плюсы и минусы данной программы. Сначала начнем с того, как же нам установить эту программу. Отложим iPad в сторону, я думаю, он нам тут пока не особо-то пригодится. Для этого нам нужен компьютер с версией macOS, Linux или Windows. Собственно говоря, заходим на сайт производителя и скачиваем программу PP Helper, которая тут же на главном экране будет PP и какие-то китайские иероглифы, которые, ну, думаю, разберутся тут все. Скачиваете программу, ее устанавливаете и тут же обновляете до последней версии. На Mac последняя версия 2.0.0 она вполне себе стабильная. Как видите, интерфейс под iOS 7 все сделано довольно-таки прекрасно. Есть несколько вкладок. Первоначальная вкладка указывает нам на то, что нам нужно подключить наше устройство для того, чтобы программа его определила. Вторая вкладка показывает нам о тех приложениях, которые хранятся в этом магазине. Да и, собственно говоря, можно воспользоваться поиском и при наличии хорошего интернета скачать себе пару приложений, а потом впоследствии уже загрузить их на устройство. Третья вкладка а-ля iTunes. И последующие также будут с ним взаимодействовать. То есть здесь все сделано абсолютно так же, как в iTunes. Здесь у нас ображается галерея наших хранимых фотографий на устройстве через iCloud. Музыка, соответственно, музыка на нашем устройстве. Видео и видеозаписи. И это, конечно же, книги. В дальнейшем идут сообщения, полный архив всех наших приложений. Типа в дубль GIS есть карты у твоего города. И эти карты будут также здесь отображаться. Ну и загрузки, собственно говоря. Что мы скачали? А скачать мы можем приложения. Как вы видите, PP Helper от уже скачалась программа. Скачать мы можем изображение, музыку. И некоторые уведомления, которые хранятся на устройстве, также можно посмотреть в этой программе. Ну а теперь переходим уже на само устройство. Как вообще установить PP Helper, если у вас, ну, собственно говоря, есть только какой-либо персональный компьютер. То есть не нужно заходить ни на какой сайт. Для начала берем обычный кабель Lightning, его суем в разъем, конечно же. И после этого ждем характерный щелчок в окне программы, которая у вас есть на компьютере. После этого у нас происходит запуск iTunes, iPhoto. И, собственно говоря, мы видим наше устройство, которое у меня подписано iPad Deniz. В зависимости от того, что вы будете запускать, будет ли это у вас iPhone или iPad, все, конечно же, будет отображаться. После этого отображаем на вот такую буковку P. После того, как мы ее нажмем, у нас из программы начнется скачка через активный интернет того самого приложения PP Helper, которое впоследствии образуется у нас, вот, как вы можете видеть, на самом уже устройстве. Стоит подождать где-то около полутора-двух минут. Не стоит беспокоиться, если у вас нет никаких уведомлений. Я думаю, проблем не будет, и каждый из вас додумается просто-напросто подождать. После этого появляется программа, можем в нее зайти. Как видите, она уже работает. И так, и вот у нас полностью запустился магазин приложений. Магазин приложений абсолютно идентичный тому, который у нас представлен в полноценной версии, в компьютерной версии. То есть, вот у нас все абсолютно то же самое. Здесь также бегают какие-либо приложения китайских разработчиков. Здесь также все более-менее интересно. Ну, я думаю, теперь стоит закрыть на устройстве наш PP Helper. И стоит сказать сейчас о том, который мы видим, собственно говоря, на своем компьютере. Что нам требуется для того, чтобы скачать платные программы из App Store себе на устройство? Конечно же, запуская PP Helper, мы первоначально идем вот в такую вкладку под названием, я даже не знаю, как называется, китайский иероглиф, а короче, логотип Apple изображен. Тут несложно догадаться, что именно эта вкладка отвечает за все приложения, которые хранятся в данном магазине. После этого вводим какое-либо приложение. Название приложения вводится, конечно же, английскими буквами, такое, какое оно есть. Как мы знаем, FIFA 14 стала бесплатно, но в ней есть расширение, а FIFA 13 и по сей день стоит определенных денег. Итак, сейчас мы вводим FIFA 13, например, и ждем после того, когда у нас пройдет поиск. Итак, при активном Wi-Fi соединении и неплохой сети, к тому же она не такая уж и большая у меня, не такая уж и хорошая, мы тут же находим наше приложение под названием FIFA 13 by EA Sports. После этого мы видим три вкладки. Первая вкладка, конечно же, отвечает за то, чтобы установить это приложение на наше устройство. Нажимая на нее, у нас приложение переходит в режим закачек, а закачки у нас могут отображаться вот здесь. Вот у нас сейчас FIFA 13 by EA Sports, версия 1.09, все качается без проблем, вес приложения 1.37 гигабайт. Скорость сейчас меняется, как видели, только что было 500 килобайт, сейчас уже 60, а вот уже через секунду 150 килобайт. После того, как наше приложение скачается, у нас оно, соответственно, будет на устройстве в виде диалогового окна, где нам программа предложит его либо установить, либо отложить на потом. Кстати говоря, все установленные программы будут храниться в этом разделе, если они будут установлены, они у вас будут именно так изображены. А те, которые не установлены, будут в разделе загрузки. Конечно же, с игручком уже от FIFA 13, а не от вот этой ерундовинки, которая типа тут App Store. Так далее можно искать абсолютно большое количество приложений. Но теперь, что же касается сравнения, о котором я так долго говорил, Tongbo и PP Helper. Все-таки, что же выбрать? Давно, когда я пользовался PP Helper, я не пользовался программой на компьютере, я запускал то самое приложение на iPad, ну или на вашем iOS-устройстве. Заходил, кстати говоря, тут все стало под интерфейс iOS 7, стало довольно-таки удобно. Заходим на значок поиск и вводим то же самое, нужное приложение. Приложение можно ввести совершенно любое. Ну давайте, например, ту же самую FIFA 13. Вы не думайте, что я ввожу просто одно и то же приложение, на самом деле приложения огромное множество. Просто раз сейчас чемпионат бразильский, так что почему бы нет. Вот, собственно говоря, видим это самое приложение и можем его тут же скачать. Можем скачать на устройство, где с устройства у нас установится. Единственный минус скачки на устройство, которое я себя увидел. Программа хранит данные программ. Ну, немножко тавтологично получилось, но что имеем, то имеем. Что это означает? Когда мы скачиваем приложение весом 1,37 гигабайт, у нас сначала эти 1,37 гигабайт скачиваются на устройство. Если у вас iPad версии 16 гигов, а как мы знаем доступно 13, а как мы знаем, если вы еще туда что-то накачаете, будет вообще около 9. То после скачки этой программы, просто скачки, я замечу скачки, а не установки, у вас останется около 6 гигабайт. И после установки у вас останется около 4 гигабайт. Когда вы бежите в программу и видите в разделе загрузок, вот у вас здесь как раз таки будет цифра 1. У вас будет именно та установлена программа, которая у вас здесь есть. Кстати говоря, эта программа еще говорит о том, что у нас доступна новая версия ПО, все дела, но я думаю, это нам не так уж и важно. Здесь те программы, которые мы начали скачивать, и те программы, которые у нас еще не установлены. Во второй же вкладке те программы, которые уже на устройстве. И когда мы нажимаем вот эту кнопочку, которая внизу, у нас абсолютно все те программы, которые уже установлены на устройстве, на которые просто хранятся в архиве программы, можно удалить. Но я думаю, когда вы скачаете эту программу, когда скачаете пару приложений, вы поймете, о чем я и говорю. Нажимаете на эту кнопку, у вас все красненькое, и просто, собственно говоря, очищаете ненужные приложения. Или можно это все то же самое сделать, особенно если у вас память довольно-таки нерезиновая. Итак, заходим в статистику, и там мы ищем нашу программу под названием PP25, или PP иероглифы, короче говоря, вот она может называться совершенно по-разному. Поначалу из этой программы ничего не скачивало, так что она весит у меня всего лишь 15 мегабайт, а 3,3 мегабайта весят документы и данные. После этого мы можем удалить программу, и после ее удаления можно еще раз ее установить. Если же вы, конечно, не хотите заморачиваться с тем, что у вас место на iPad не резиновое. Можно удалять и с самой программы, если вы не поняли, как это делать, то делайте так. Но я думаю, кто-то поймет даже не слишком далекий человек. Еще в положительной стороны этой программы я бы хотел отметить то, что это приложение так или иначе вас уведомляет об обновлении платных программ. Ну вот, например, мы заходим в этот ярлычок, где у нас кружочек со стрелкой вверх, и видим то, что два приложения, FIFA for iPad и DoubleGIS требуются в обновлении. Когда же мы заходим в App Store, в который я не заходил довольно давно уже, заходим в обновления, и правда, тут у нас все четыре приложения, Lingva и эти две программы. Как вы видите, все не настолько быстро, как в App Store обновляются, но это само собой. Но в дальнейшем мы увидим все те самые обновления, которые у нас требуются. Программа абсолютно идентична с Тонгу, то есть там все один в один точно так же. Единственным моментом, который напоследок я вам хотел подметить, это то, что когда вы или устанавливаете приложение и программы с самого приложения на iPad, то есть вы зашли в поиски, ввели то, что вам надо, и после этого установили приложение, или вы наоборот находите что-то на вашем устройстве и после этого устанавливаете на iPad, после того, как у вас установилось приложение, вся программа будет просто тупо вылетать. И для того, чтобы этого не было, многие задаются таким вопросом, когда скачивают эту программу и просто потом ее сносят. Да я сам так же делал, потому что я не прочитал и мне толком даже никто это не сказал. Для того, чтобы этого не было, заходите вот в это яблочко, то есть вот у вас программа открылась, вот она у вас вот так выглядит, если у вас устройство подключено. Вторая вкладка при обновленной версии, и после этого видим вот такой вот ключик красненький с отверткой. На него нажимаем, так, сейчас, секунду, вот. И после этого у нас пошли четыре иероглифа и три точки. И после этих трех точек у нас, собственно говоря, должны исправиться все вылеты. Если у вас вылеты не исправляются, проверьте еще раз, я не знаю, перезапустите программу, перезапустите устройство. Делайте так несколько раз. Кстати говоря, те, кто говорят, что программа слетает после перезагрузки устройства, у меня такого не случалось. Программа слетает после обновления приложений и после скачки новых приложений через App Store. Если скачивать все через PP Helper, через PP25, проблем не возникает. Ну вот такая вот проблема. Ну вот такая вот программа. Не хотел затягивать обзор, однако получилось, как получилось. Как вы видите, у меня много платных игр, однако на данном аккаунте не Mac. На Mac у меня есть купленные приложения. На данном аккаунте не куплено ни одного приложения. То есть абсолютно ни одного. Но вы, однако, можете видеть тут популярную игру Monument Valley, Soccer Alley 2. Короче, много классных штук, много классных приложений, интересных довольно-таки. И каждый из них, соответственно, чем-то выделяется. И каждый из них я хотел попробовать, однако деньги за них не платил. Пользовался двумя программами. Это Tongue и PP25. Обе работают прекрасно. Через Tongue у меня не устанавливается приложение в самом девайсе. Но, однако, можно устанавливать через компьютер. И мне это, ну, собственно говоря, никак и не мешает. А PP25 работает и так, и так. Однако на новой версии 7.1.1 почему-то PP25 у меня отказался кэшить вот эти приложения. То есть они у меня все-таки так и вылетают. Именно поэтому на данной версии я первоначально сделал обзор на Tongue. Почему-то PP25 стал вылетать на новой версии 7.1.1. 7.1.2, как вы видели, я еще не устанавливал. Да и нет смысла, пока на 7.1.1 посидим. Разницы, собственно, никакой нет. Ну вот, а так что имеем, то имеем. PP25 вылетает на новой версии. Не знаю, с чем связано. Будем в дальнейшем мониторить сообщения от официального разработчика. Ну и, возможно, в дальнейшем что-то он нам все-таки скажет. Сейчас без проблем можно пользоваться Tongue, они обновляют все это дело. Да и PP25 тоже все обновляют. Не знаю, с чем это все связано, но вот у меня есть такие проблемы. Возможно, это из-за устройства iPad mini 2. Возможно, это из-за этого. Не знаю, если у вас есть iPhone хотя бы 5, проверьте на нем. Возможно, у вас все будет работать даже с новой версией. Ну вот такой вот у меня обзорчик получился. Кстати говоря, программа довольно дельная. Как я уже говорил, все обновляет. Обновляет саму прошивку. Может даже обновить саму прошивку. Обновляет все приложения. Все сделано довольно качественно. Приятный интерфейс под iOS 7. Обе программы бесплатные. Качественная тема. Особенно тем, кто хочет попробовать интересные новые приложения. Не тратя на это ни копейки. А если вам понравился обзор, ставим лайки. Подписываемся на канал. И до встречи. Подписываемся на канал.